Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезные советы и хитрости мастеров. Первый самодел касается сверлильного станка. Для этого нам понадобится старый патрон от шуруповерта или дрели. Вот таким вот способом мы крепим его к столику на сверлильный станок, затягиваем снизу ключом, чтобы наш патрон не крутился. Все это затягиваем. Ну и теперь мы можем спокойно просверлить шпильку, болт посередине, не заморачиваясь, в тисках зажимать, то есть будет ровно посередине. Чтобы длинную заготовку сверлить, к примеру, восьмой болт, нам нужно в патроне отверстие чуть больше сделать, и тогда мы сможем сверлить длинные заготовки. Вот таким вот способом мы по центру просверлили отверстие. Второй совет касается пильного диска. Часто при работе со смоленистыми породами дерева диск вот таким вот способом забивается. Некоторые его замачивают в различных растворах. Я немножко другим способом пошел. Зажимаю диск обычной струбциной, и вот такой вот щеткой по металлу начинаю чистить диск. Получается даже очень ничего. Все очищается довольно-таки быстро. Не знаю, посоветуйте, кто как тоже очищает диск. Возможно, растворами лучше. Но не знаю, для меня вот этот вариант самый оптимальный. Для следующей самоделки нам понадобятся два уголка длиной, равные длину столика. Для этого нужно просверлить два отверстия по центру прорези в столике. Сверлим одно, второе отверстие. Ну и теперь закрепляем наш уголок. Для начала закрепим один уголок. И посмотрим, чем же он нам поможет в данном случае. Как мы видим, уголок движется вперед-назад. Теперь мы можем, зажав этот уголок, сверлить отверстия все на одинаковом расстоянии. То есть, вот я сейчас прочертил линии. Как видите, все чертится ровно на одной линии. И сверлится также на одной линии все. Довольно-таки легко. Вот такое приспособление и столько пользы вам принесет. Также можно сделать небольшой паз. Но опять же скажу, что это не для каждого дня. Но если требуется где-то сделать вот такой паз, этого будет вполне достаточно. Так же я нашел применение и второму уголку. Вот таким способом крепим наш уголок к столику. Как видим, он тоже движется вперед-назад. Теперь мы в сверлильном зажимаем щетку по металлу. Укладываем трубу. И теперь мы можем зачищать трубу от ржавчины. Данные уголки не дают нашей трубе соскочить. Удерживают ее на одной позиции. Вот так получилось. Довольно-таки легко и просто. Для следующей самоделки нам понадобится шпилька. В моем случае это десятка. Зажимаем ее в шуруповерт. Также можно зажать в дрели. И затачиваем под конус. Сразу хочу сказать, что сильный острый конус делать не стоит. Почему? Вы потом догадаетесь. Когда заточим, у нас должно получиться вот так. Ну и следующее, что нам следует сделать, это сделать насечки. Я в данном случае делаю болгаркой. Также данные насечки можно сделать обычным напильником. Я в данном случае сделал три насечки. И вот что у нас получилось. Иногда нам нужно закрутить саморезы за подлецо с заготовкой. Но не бывает зенковки. Допустим, мы взяли саморез и закручиваем. Если мягкая порода древесина, то да, труда, я думаю, не составит закрутить за подлецо. Но если будет твердая порода древесины, я думаю, такое уже не прокатит. И шляпка будет немного, но выступать. В данном случае наша как раз зенковка нам и поможет. Конечно, в обиходе ее слишком использовать долго неудобно, потому что в прорези они будут забиваться. А так на один-два раза, чтобы сделать какую-то работу и для этого не бежать, не покупать зенковку, я думаю, вот эта приспособа будет самая то. Для следующей самоделки нам понадобится обычная пластиковая канистра. В одном из углов сверлим отверстие. В данном случае я взял 50-ю коронку и просверлил отверстие. После того, как просверлим отверстие, нужно канистру разрезать. Я режу чуть менее половины. Режу болгаркой, она у меня с регулировкой оборотов. Обороты ставлю поменьше, пластика меньше плавится и обрабатывать потом заготовку будет намного проще. Если мы используем обычную болгарку, то пластик начинает плавиться. После того, как разрежем канистру, у нас должна получиться вот такая чаша. Ну и следует также убрать все заусенцы с данной приспособой и сдуть пыль со стола. Ну и теперь, как говорится, у каждого в мастерской есть вот такая волшебная банка и иногда в ней нужно что-то найти. А чтобы найти, наша приспособа как раз и упростит. То есть, что мне нужно, мы свободно будем сортировать и прямо в баночку обратно все ссыпать. Что понадобится, мы спокойно найдем и возьмем. А остатки саморезов, гаек, болтов мы можем спокойно ссыпать через это же отверстие в нашу баночку. Вот такая вот самоделка у нас получилась. Я думаю, она многим упростит жизнь в мастерской. Для следующей хитрости нам понадобится вот такой засохший силикон, можно герметик. Часто работая со смолистой древесиной, наждачка быстро забивается. Вот как раз для этого нам силикон и понадобится. Он очистит нашу наждачку. Как вы видите, справляется на ура. Есть специальные карандаши. Я, конечно, не знаю, может они во много лучше работают, но этого тоже достаточно. Ну и сейчас попробуем на ленте, как работает наш силикон. Как видим, тоже все очищает довольно-таки быстро и легко. Единственное, не давать сильно забиться наждачке. Ну и напоследок хотелось бы поговорить про стяжки. Я думаю, у каждого в мастерской валяются такие стяжки, и оказывается, они незаменимые помощники для мастера. В данной самоделке я использую две стяжки и обычный гвоздь на 150. Вместо гвоздя также можно использовать какой-то длинный пруток, винт, болт. Затягиваем стяжки вот таким вот способом. Можно использовать две, три, четыре. То есть для каждого, каждый выбирается под свои работы. В данном случае я использую две и обрезаю вот таким способом по 5 сантиметров с каждой стороны. Ну и все, наша самоделка готова. Иногда требуется перемешать лак, краску, в данном случае масло. Вот как раз здесь наша самоделка нам и поможет. Зажимаем самоделку в шуруповерт, можно в дрель. И приступаем к размешиванию краски, лака, масла. Как говорится, главное не переборщить со скоростью, а то иначе и сам весь будешь в этой краске. Вот такая самоделочка у нас сегодня с вами получилась. Довольно-таки быстро изготавливается и в то же время очень полезна. На этом все. Всем пока. До новых встреч.